В Грузии температура воздуха достигает пугающих отметок. В воскресенье днём термометры уверенно показали 45 градусов, хотя обычно в это время редко бывает выше 32. Из-за жары принесли даже время сдачи в выпускных экзаменах. И проведут не днём, как обычно, а утром. А как спасаться тем, кто в такое пекло вынужден ходить на работу, расскажет Михаил Рыбахинцы. Вода – главное спасение для горожан. Хоть Вилийское море и находится в черте столицы, здесь всё-таки не так жарко, как в центре. Это не Батуми или Кубулети, до которых больше 400 километров. Почувствовать себя курортником можно даже во время обеденного перерыва или вечером. Я уже использовал свой отпуск и перехожу сюда с друзьями ежедневно. Купаемся, загораем. И эта жара становится не такой угнетающей. Инструкторы и спасатели определяют температуру. Если на пляже не протолкнуться, значит на термометре больше 40. Я очень рад, что у нас столько гостей. Обычно в сезон здесь всегда живо. Но когда такая жара, гостей становится в несколько раз больше. Мы с удовольствием вывозим всех в море. Там прохладно и дышится легко. В Минздраве напоминают, загорать после полудня не стоит. Лучше делать это ранним утром или под вечер. А после солнечных ванн – в воду. А еще в жару необходимо проветривать комнаты. Температура в помещении не должна превышать 28 градусов. На рабочих местах должны быть включены системы охлаждения. А там, где их нет, рабочие часы в такую жару необходимо сократить. Включать кондиционеры обязаны водители автобусов и маршрутных такси. Иначе руководство транспортных компаний будет оштрафовать. Михаил Рубакидзов, Вячеслав Мадашвили, МИР24. Высокая температура в регионах Грузии сохранится до середины июля.